ПЕСНЯ 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 Поздравляю всех братьев, сестер, всех святых, всех вас, именем Господнем, приветствую всех, слава Богу, и я очень рад сегодня быть с вами, разделять радость, торжество нашего Господа, победу Его, и вместе переломлять хлеб, и первую часть, по крайней мере, у вас даже сделать трансляцию, и супруга моя, и дети, те, кто не смогли приехать, участвовали с нами, так вот получается, частично, тоже в этом служении, и от них огромную привет всем передаю, да, слава Богу, от своей супруги, детей, наших внуков, Бог нам дал уже двоих внуков, внуков и внучку, слава Богу, да, и сегодня я приехал с нашим средним сыном, да, с Серафимом, слава Богу, вот, Господь, вот, приятно, знаете ли, дает переживания, наверное, одно из самых приятных переживаний вообще на этой земле, насколько я вот сейчас так поразумею, это действительно видеть, когда дети твои ходят в истине, для отца и для матери, понятно, для родителя, земного, нет больше радости вообще, чем видеть детей своих, ходящих в истине, вот, и это очень хорошее переживание, знаете, вот, и, ну, самое приятное, наверное, на самом деле, как для родителя, ну, я представляю себе теперь уже немного больше, чем вчера, представляю, каково же нашему небесному родителю, да, иметь эту радость, когда дети его ходят в истине, как он радует, если мы земные родители, испытываем вот, вот, вот этой радости, чуть-чуть, знаете ли, сколько способно ее воспринять, эту радость, то какова же радость безмерная нашего Господа, Бога Всевогущего, когда дети его ходят в истине, вот, ну, конечно, есть и другая сторона медали, когда дети его не ходят в истине, то, конечно же, даже все миллиарды ангелов, знаете ли, не могут, вот, тогда компенсировать всего этого, вот, но я очень рад тому, что на этой земле, несмотря ни на что, на протяжении всех двух тысячелетий, церковь Бога жива, церковь Божья жива, церковь Божья распространяется, и в каждом поколении Бог находит верующих, верных своих, святых детей своих, в каждом поколении Господь на протяжении двух тысячелетий уже, он созидает свой церковь, этот уже храм святой в Господе из живых камней, если прежние храмы были созидаемы из обычных камней, то этот храм из живых камней, из живых душ созидается, и основанием его сам Иисус Христос, сам Господь наш, и куполом его, завершением этого храма, также является сам Господь Иисус Христос, и весь этот храм огромный, уже с тройка двух тысячелетий, это есть тело нашего Господа, это есть его живое тело, живой организм, тело нашего Господа, и вот то, что мы совершаем, причастие, евхаристе называем, хлебопреломление, это действительно, вот, это констатация факта, что мы живы им, он жив, и мы живы, и лишь мы потому живы, потому что он жив, и церковь его жива лишь потому, что он живой Бог, он победитель, и потому он победителя, а он Господь, он Царь, слава Господу, слава Христу. Воскресенье Христова, видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое прославляем, ибо Ты Бог наш. Кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем, придите все верные. Поклонимся святому Христову воскресенье, ибо пришла через крест радость всему миру, Всегда прославляем имя Господа. Поем о воскресенье Его распятие, претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, по великой Своей милости. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Иисусу Христу, пожалуйста. Представьтесь, братья, сестры. Я могу, возможно, здесь гибли большой, да? И братья и сестры, возлюбленные во Христе, братья и сестры. Господи, есть много прекрасных доказательств воскресения нашего Господа. Есть много прекрасных слов в Библии. Но я скажу еще кое-что сегодня очень важное. Для меня, как для верующего человека, самым великим доказательством его воскресения является воскресение наше. Является наша жизнь, Господи. Самое убедительное доказательство. Даже если все мудрецы этого мира будут доказывать убедительно меня, что Христос не воскрес, даже если там будут убеждать всячески, что этого не было ничего, я скажу, дорогие друзья, я знаю, что Он воскрес. Почему? Потому что Он воскресил меня. Потому что я с Ним воскрес. Потому что я живу Им. Потому что Он моя жизнь. И потому действительно самое сильнейшее доказательство воскресения Христова – это воскресшие наши души, которые живут Им, Христом. Для которых Христос есть путь истинной жизни. Для которых Христос, Иисус, есть действительно камень, да, отвергнуты некогда строителями, да, пренебреженный, да, но вставший главой угла. От Господа это было. И это день на в очах наших до сих пор, друзья. Два тысячелетия прошло, и мы не перестаем удивляться этому факту. Спасибо Господу. И я хочу прочесть несколько слов из Нового Завета. Хочу начать вот второе послание Коринфянам, пятая глава. Второе послание Коринфянам, пятая глава. И с семнадцатого стиха читаю я и далее. Второе Коринфянам, пятая глава, с семнадцатого стиха написано. «Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога, примирившего нас с собою Иисусом Христом и давшего нам служение, примирение. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Итак, мы, посланники, от имени Христа, и как бы сам Бог увещевает нас, через нас, от имени Христа просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву и за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Братья, сестры, соработники на Ниве Божьей, и действительно, со-служители и соработники, независимо от того, какой мы церкви, какого собрания. Если мы Христовы, то мы действительно на одной Ниве трудимся. А кто Духа Христова не имеет, тот как бы ни назывался, каким бы именем ни именовался, какие бы рясы, костюмы ни одевался, тот и не его. Потому что лишь потому знают все, что мы ученики Его, если имеем Его в своем сердце, в своей жизни, имеем Его между собой, между друг другом, эту любовь неподдельную, любовь Божью. Любовь нечеловеческую просто, а любовь сверхъестественную, любовь Божью. Слава Христу! Братья, сестры, и Великое Евангелие в том, что Бог во Христе примирился со всем человечеством. Он совершил это великое искупление народа людского. И вот то, что мы совершаем, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Казалось бы, смерть Господня, да, это, ну вот, как сегодня уже было хорошо сказано, неким, вот, тем безбожником, ренаном, антиклерикалом, махровым таким, знаете ли, да, смерть Господня, для Него это, ну, как говорится, принято на коменте, все. Завершен весь цикл, все, служение, и это конец всего. Но на самом деле мы возвещаем смерть нашего Господа не как конец безбожия, конец проклятия, конец греха, конец, действительно, смерти, как начало новой жизни. Слава Господу! Братья, и в Постание к евреям, я с первой главы хочу прочесть несколько строк Постание к евреям. В первой главе говорится... Шестой стих. Когда вводят первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся Ему все ангелы Божьи. Братья, сестры, я очень Богу благодарен за откровение Божественности Иисуса Христа. И сегодня уже прочтенный был фрагмент, поэтому не хочу повторяться, но это замечательный как раз эпизод. Сегодня церковь вспоминаемый Фомино, так называемое воскресенье. Когда Фома воскликнул «Господь мой и Бог мой». И знаете ли, Иисус, Он не сказал «нет, Фома, нет, нет, ты ошибся», «нет, Бог, Он на небесах», «нет, Он не стал перечить». Действительно сравнимо вот это откровение Фомы, сравнимо действительно по силе своей с тем, что Петр некогда получил от отца в 16 главе, когда в Матфея там сказано в 18 стихе «Я создам, да, церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Потому что такое откровение услышал Иисус из уст Петровых, которые действительно свыше, что Он есть Христос, Сын Бога Живого. Слава Богу! И вот как раз Фома, по сути, продолжил это откровение. Фоме бы была честь, хотя обычно мы говорим «Фома неверующий», да, но Господь хочет, чтобы был верующий человек. Чтобы каждый из нас, каждый был верующим. И Фома, он не неверующий, он верующий. Фома, он верующий. И его вера действительно заслуживает похвалы. И вот его это исповедание, что Господь мой и Бог мой. Друзья, Иисус Христос. Конечно, за два тысячелетия в христианстве столько доктрин, столько разных пониманий личности Иисуса, столько разных взглядов. И библейски можно обосновать и одно, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Знаете ли, но я часто говорю так, что у себя в церкви, по крайней мере, когда об этом рассказывают, то я говорю, знаете, братья, сестры, я люблю богословие, я очень уважаю тех, кто занимается этим профессионально, богослововов. Но при всем уважении к богословию, познать Бога к богословиям невозможно. Знаете ли, потому что это все равно, что познать, что такое любовь, с помощью физики, химии, биологии. Можно много познать о любви, можно много узнать на самом деле. Но если тот же самый физик, химик, биолог, допустим, он влюбится, по-настоящему влюбится, то он действительно поймет, что такое любовь. И это не просто физика, или химия, или биология, это что-то гораздо другое, высшее, большее. И мы с помощью богословия, мы, конечно, много что узнаем о Боге. И это прекрасно, по-своему это удивительно. Но как это становится пошло, если нет действительно вот этого чувства, нет настоящей любви к Господу? Если сердца наши, как уже было сказано сегодня, вот в этом окаменении. Очень хороший пример прозвучался, я для себя, для своего христианства взял этот пример тоже на вооружение, вот об этом жестоком сердце. Вот, и да, есть медицинский диагноз, да, есть медицинский приговор, но когда духовно это все происходит, это еще даже страшнее. Страшнее, чем временная смерть, смерть вечная, гораздо страшнее смерть вторая. Братья и сестры, и я Богу благодарен, что являюсь участником и соучастником жизни вечной, жизни новой. Вот, и лишь Бога прошу, чтобы сердца не коменели наши, чтобы и мое сердце не отвердело, вот, чтобы было восприимчивым к нему, к его слову, к его благодати, вот, чтобы не закрывалось, знаете ли, вот, вот, и это очень важно, очень важно, потому что, действительно, в этом все. Вослюбни Господу Бога твоего, да, всем сердцем, но и всей душой твоей, всей крепостью твоей. И тогда и ближнего, как самого себя. Слава Господу. И Иисус Христос, вот, как в послании сказано к евреям, Он однажды в вечности, Он тот же, Он вообще вчера и сегодня и в овете тот же, рассказывается о Нем так. Удивительно, человеческому уму, да и ангельскому, я так понимаю, непостижимой тайной, непостижимой, ни человеческому, ни ангельскому уму, просто-напросто до конца, лишь в вечности мы сможем, вот, ну, по-настоящему оценить, вот, все то, что происходило и происходит сейчас. То, что произошло два тысячелетия тому назад, допустим. Потому что, действительно, Сын Божий, Сын Человеческий, Слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины. Как? 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 Как Слово это пребывает сегодня с нами, здесь? Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Каким образом Он помещается, тот, кого вся Вселенная не может вместить, вмещается в сердце человеческом? Как Он живет в нас, верующих? Как Он живет среди нас? Каким образом? Человеческому уму непостижимо. Мы живем в Его творении, это все Его творение. Действительно, так оно и есть. И даже все, что мы видим и не видим, это все им сотворено. И мы знаем, что это тайна в Новом Завете, приоткрытая такая тайна нам. Что это создано для Него. И создано им. Создано, представляете? И все это к Нему. Я просто смиряюсь перед тем, что это тайна. И я признаю это тайной, таинством. Я лишь просто Бога благодарю за это. Я знаю, что однажды, вечности, я смогу уразуметь это, смогу понять это вечности уже, что же это такое, таинство означает. И сегодня Христос, мы живем, да, во временном измерении. Для нас есть прошлое, есть сегодняшнее, есть завтрашнее, настоящее, будущее, там все. Да, но мы знаем, что и даже само время, это творение Бога, это то, что Он сотворил, Бог сотворил. И оно однажды, оно имеет начало, и однажды оно будет иметь конец, это время, само это измерение. Но говорить о вечности, как? Но в вечности, мы понимаем, что центральной вечности, опять-таки, наш Господь Иисус Христос. И наш Господь Иисус Христос. Удивительно, удивительно. И вот когда первородного во вселенную Бог водил, то сказано было, чтобы поклонились Ему все ангелы Божьи. Я не знаю, как, не знаю, я лишь могу представить, в силу воображения как-то включить, да, представить себе огромное количество ангелов, которые вот поклонялись бы всемогущему Богу. И однажды на одном собрании, на одном служении там, где-то там, в этих божественных мирах, было прозвучало, что поклонились все ангелы Божьи. Да, я думаю, что это было такое удивительное служение. Вот, и удивительно в чем, что водил первородного во вселенную, то есть каким-то образом, даже от миров ангельских, Иешуа, Иисус, был каким-то образом сокрыт. Я не знаю, как, я не знаю, где, но каким-то образом ангелы даже не подозревали об этом таинстве. Но однажды прозвучало, и было сказано, что поклонились ему все ангелы Божьи. Я подозреваю, далеко не всем ангелам было это понутру. Я подозреваю, что примерно треть отпала. Ну, первым бросил гитару в виде проставления, там, так могу предполагать, и сказал, все это, церковь уже не церковь, и вообще и Бог не Бог уже, и вообще все у нас не так, как надо. Кто со мной тут герой, значит, откроем новое собрание, короче. И они ушли, и примерно треть. Потому что их ангельская теология, она была потрясена. Они знали с самого своего рождения, с начала своего, что только лишь Богу поклонялись, и все. И вдруг является кто-то, и отец говорит, у меня есть сын. Ну, понятно, мы все сыны. Не, вы не поняли, у меня есть сын единородный. Кто это? Как? Когда? От кого? Как? Почему? И вдруг Иисус. Он стал камнем претновения для миров ангельских, представляете? Но два тысячи лет назад для мира человеческого он также стал камнем претновения порой, да, и соблазнов до сих пор для многих. Вот, потому что это ломает теологию, ломает представление вообще. Вот я лишь могу смириться и сказать, Господь Иисус Христос, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь. И совершается великое таинство, когда я признаю Его Господом, когда я смиряюсь пред Богом и говорю, да, Он мой Царь, Ты мой Господь, Ты мой Царь, Ты мой Спаситель, Ты мой Целитель. И в России совершается великое чудо, какое-то удивительное чудо происходит, вот, духовное перерождение, великое таинство происходит. И это ни с чем не сравнимо, друзья, абсолютно ни с чем. И Он, не только, да, для многих камень соблазна, претновение, но Он же камень драгоценный. Для верующих камень драгоценный. Для верующих Он есть основание, для меня Он основание моей веры, моей жизни, моей судьбы, основание моего христианства, основание моего служения, всего моего. Спасибо Господу за все это. Спасибо Господа. Я даже не знаю, как это рассказать, но в собрании я хочу это немного поделиться этим. Жена моя видела кое-что, и она говорит, что это был ангел. Но я не видел, вот, в 2003 году, допустим, когда весной, 16 лет тому назад, в 2003 году, перед Пасхой, вот, было происшествие, тогда ДТП. Я попал в аварию, я был за рулем автомобиля, вот, и сбил подростка, школьника, вот, и я об этом рассказывал, свидетельствовал много в разных собраниях, и у себя в церкви, в гостях. Вот, вот, и Бог был милости в тот день и ко мне, и к этому мальчику, и Господь воскресил этого пацана, вот, и очень быстро его исцелил. Вот, вот, исцелил от ран, ну, неисцелимых, потому что, когда его медики его увозили с места происшествия, то они сказали, что мы не довезем его до больницы, шансов нет у пацана выжить. У него голова сзади была, как переспелый армуз, треснутая, там мозги были видны, вот, значит, хотя врачи не видели воскрешения, потому что пока скоро приехал, он уже был воскрешен. Вот, но, но они видели то, что они видели, значит, что пацан, ну, не выживет, и мы его не довезем даже. Но я не спорил, но его повезли, я понимал, что если его Бог сейчас поднял на дороге, не за тем, чтобы он по дороге скончался в больнице, он будет жить. Думал, какой никакой поломанный, но живой, по крайней мере, будет. Молился, вот, но Бог был милостив еще более и более. По дороге, пока везли его, там, в больницу, минут, там, 10-15 их ходу было, вот, то, значит, это было за городом происшествие, то, значит, за это время, значит, он был полностью исцелен, мальчик, полностью исцелен. И спустя, там, ну, а я на месте происшествия ждал еще милицию, там, значит, и когда они приехали, полицейские, то, значит, они меня еще тоже, ну, как бы, а у меня мысли были, а вдруг это не было все-таки смертельный случай, вдруг это был просто, ну, как бы, глубокий такой убор, который я принял за летальный исход. Вот, хотя, по всему, было понятно, что это был труп, но эти полицейские, приехавшие, они подтвердили мне так косвенно, что это был все-таки летальный исход, потому что они говорили, ну, они смотрели его транспортное средство, он, парень, ну, школьник, старшеклассник, он был на мотоцикле, выехал покататься на трассу, просто, значит, ну, с одного села, одним словом, через трассу, там, у них, ну, как другие пацаны потом рассказали, у них было там, ну, как бы, съезд свой, то есть они съезжались туда на мотоциклах, на македах. Он, о чем мог, и в тот день они сороков там со школы сбегали, вот, и у них был там план уже такой, вот, и пацан, получается, он переезжал в другое село через трассу, вот, и вот ДТП было, вот, и его транспортное средство, как говорится, не подлежало восстановлению уже, вот, удар был сильный, ну, две тонны на скорости мало не покажется, значит, значит, и пацан был, ну, будем так говорится, вот, но он был исцелен. Когда уже в кабинете следователя, спустя уже, там, часы какие-то, вот, после этого ДТП, значит, с моих слов там было записано все происшествие это, которое я рассказал вам, то, значит, зашел врач скорой помощи и в моем присутствии разговаривал со следователем, и он рассказал, начал с того, что он человек неверующий, как бы, я думаю, при чем здесь это вообще, он-то не ко мне обращается, а к следователю, вот, но я так потом понял, как бы, отметил свою, как бы, незаинтересованность, как бы, в том, что произошло, вот, и, значит, и потом начал говорить, это чертовщина какая-то, вот, значит, что это не была как массовая галлюцинация, потому что кровь оставалась в свидетельстве, что все это было на самом деле, это не показалось всем нам, это не приснилось, вот, потому что все, кто были там, значит, там, и водитель скорой помощи подбакил, значит, потом, значит, потом уже, когда вышли, мы общались, вот, да, это было невероятно, но, каким-то образом, за 10-13 минут голова его заплопнулась, заросло все, бесшовно срослось, вот, значит, даже кожа срослась, когда его кровь смыли, проверяли, это мальчик кровь, не чья-то кровь, это его минокровь, вот, значит, но, когда кровь смыли, не нашли ничегошинки, ни царапинки, ни абсолютно бесшовное срастание было головы, значит, от всего этого, вот, значит, потом хирург был вообще, вот, в изумлении, хотя он не видел, конечно, то, что видел врачской помощи, но, но, хирург был уже дякско такой бывалый, кстати, он покойный уже, недавно ушел в вечность, этот хирург, значит, я был там, в крыльце, как раз проповедовал там, медперсонал пришел в больницу, как раз общались, потом, там есть верующие, неверующие, да, разные люди, вот, и они как раз рассказывали, что вот хирург уже ушел в вечность, но, к сожалению, вот так умер атеистом, к сожалению, но я сказал вам этим женщинам, говорю, знаете, не спешите судить, потому что вы не знаете, с каким сердцем он уходил, возможно, даже вот перед концом он призвал Бога, потому что для него тогда это было сильнейшим следительством, а почему? Хирург сказал так, что по осмотру он был просто в шоке, потому что, как будто бы мальчика переодели в чужую одежду, потому что одежда показывала, что он с ДТП, и должны быть повреждения, он говорил, многочисленные повреждения на теле должны быть, но когда его догола раздели мальчика, он проверял лично, смотрел на теле ничего, чистое тело, значит, как будто ни синяков, ни царапин, ничегошки, то есть одежда показывала, что на нем должны быть следы, повреждения какие-то должны быть, а тело чистое, неповрежденное совершенно. Потом, пока его раздевали догола, щупали, трогали, все работало в нем, ничего не болело в нем, вот, его еще проверяли состояние, как бы, да, вот, головы и вопросы задавали специальному, а то мастер, там, и сестры, там, специально, так вот, перекрестное, он отвечал адекватно на все вопросы, как бы, нормально, как бы, они вообще были изумлены, конечно, вот, его таком успокойстве, нормальным ответом его, вот, значит, и по ходу вот этого расспроса хирург этого пацана узнает, представляете, и мальчик подтверждает, что это он, не ошибся хирург, что он лежал у них в хирургии уже когда-то, вот, значит, лежал с переломом, и перелом у него зажил с первого раза хорошо, все, вот, он снова ходил в школу, снова гонял на мотоцикле, вот, но, когда дело дошло до снимков, вот здесь уже хирург и там, кто был персонал медицинский, были в шоке, потому что не только новые следы от новых переломов исчезли, без след дно, как будто никогда его кости не ломались, но и след от старого перелома исчез без след дно, потом делали уже поздно вечером другие врачи, уже с тем я не знакомился уже врачами, они, значит, делали повторно все снимки, повторные снимки подтвердили лишь, весь ужас первых снимков, ужас для врачей, потому что это было никак не объяснимо было для них, вот, значит, и хирург, он после вот этого уже повторного, ну, повторной проверки, он уже без комментариев просто удалился, то есть для его атеизма это был удар ниже пояса, просто для его атеизма это было необъяснимо абсолютно фактом, необъяснимо. Я сам верующий, но, значит, ну, не в такой же степени, чтобы там покойника так поднимать, значит, и исцелять его мгновенно, значит, ну, как, ну, мгновенно, но все-таки 10-15 минут для меня это было, как бы, не знаю, такого я раньше не видел. Вот, да и первый раз обвалился за воскрешение мертвых-то тогда, в третьем году. После этого были случаи еще воскрешений, уже не один случай, но тот был самый первый случай и самый такой памятный, просто он стал для меня, и не просто памятным, а еще и откровением стал для меня. Вот, и что произошло? Это, кстати, за год, до того, как мы к нам приехали в Белую Церковь, потом забрали сюда, значит, в Россию. И интересный момент такой был, что, значит, когда уже мы ехали обратно, нас провожал весь коллектив, там эти СБУшники, следователи, полицейские все вышли, нас провожали, как депутата с какого-то, с Рады, наверное, приехал. Короче, провожали так вот, выйти от нас, как бы, батюшка. Вот, значит, ну ладно, и интересно так сейчас вспоминать. Вот, ну мы уехали, вот, поехали обратно домой в Киев, поехали, повернули машину. И я ехал уже совершенно не спеша, вот еще пережал по поводу ходовой, потому что мы, я пытаюсь избежать столкновения, последние секунды просто выруливал, значит, и из дороги, и там удар был. Ну, как бы, я ехал уже не так спеша, значит, и без спешения, тем более стекло было побито у меня, значит, там, значит, там, и... Кстати, все целы были, все были целы, слава Богу, но супруга колено повредила, ушиб был сильный. Вот, а так ничего не переломано, слава Богу, все было, ну, у детей были ссадины, синяки там какие-то, вот. У меня вообще ничего, хотя он вот на руль так вот упал, но ничего, и не болело ничего, слава Богу, как бы, Бог сохранил так. Вот, и, знаете, вот, а супруга колено повредила, и где-то полугода еще болела, и терапия была дорогая, вот, лечение было дорогое, вот, восстановление. А с того пацана, как бы, что, как с гуся вода вообще, вот, хоть бы, что, хотя бы хоть что-то осталось бы, вообще, интересно, вот. Да, мотоцикл не подлежал восстановлению, потом другие приехали уже, ну, уже взрослые уже ребята подъехали на мотоцикл, они сразу по мотоциклу определили, мы знаем этого пацана, мы знаем, с какого мы села, вот, значит, все рассказали. Вот, но, да, не стоили, это только лишь уже на запчасти все, вот, значит, ну, машина уже хорошая. Короче, я портаранил, получается, за счет этого мотоцикла, вот, значит, шансов, а полицейские определили, что летальный исход, ну, по положению его тела, его транспортного средства, моего транспортного средства, ну, батюшка, мы не первый год на дороге, там, я познакомился тогда с этим, он был тогда капитаном полиции, значит, шкура. Ну, не важно. Хотя тоже очень хорошее соединение с милиционерами, с этим было потом, потому что спустя несколько лет мне потом миссионер, один, одна миссионер-женщина приехала туда, вот, на служение в поселок, и она рассказала, что там у них даже из этих вот гаишников, там, их семей, даже домашняя группа образовалась. Интересно. То есть, как бы, имела последствия свои даже, вот, среди вот этих вот людей, вот это чудо. И она сказала, я такая, я сказала, что, вот, ну, по ее мнению, как раз вот это, вот, то происшествие третьего года для них, для них это стало поводом, вот, толчком к Богу, как бы. Не просто к религии, а к Богу именно. Поэтому, ну, ладно. И, когда ехали обратно мы, то супруга видела ангела, я ничего не видел. Вот, я посмотрел за дорогой, как бы, но я ничего не видел дополнительно. А она видела, ну, это потом она рассказала уже, потом, на другой день мы общались, вот, и она рассказала об этом. А я не видел, вот, так интересно, вот, кто-то видит, кто-то не видит, допустим. Вот, но я кое-что слышал, чего она не слышала. Вот, она вообще ничего не слышала, кажется, я слышал голос, громкий голос, который говорил ко мне. Вот, кстати, то, что он сказал, я вот этих 16 лет живу этим, вот, этим словом, которое он сказал, да. Вот, а он сказал, этот громкий голос, три раза одно и то же. Он спросил мне, это был вопрос, ты это видел, а я не мог ничего ему сказать. Ну, что-то про-ляблил такое, как бы, да, Господи, ну, ничего серьезного, я не мог ничего ему даже не возразить, не сказать. Мне в основном кто ответил вообще, что я видел. Вот, знаете ли, здесь вопросы на все мои вопросы. Вот, три раза одно тоже мне голос спросил. А потом, когда третий раз спросил, тот же самый голос так же громко сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все. Откуда пришел, куда пришел. Вот до сих пор, прошло 16 лет, ничего такого у меня не было в жизни, ни до того, ни после того. Потому что, значит, это был уникальный для меня пример, когда я слышал своими ушами громкий голос. Вот, и это было удивительно. Но жена, я был стопроцентно поверен, она все это слышит. Это нельзя было, это не слышать. Это как будто вы в машине резко включили громкую музыку. Знаете ли, но как, я думал, за машиной слышно она даже, не то, что в машине. Как, знаете, громкую музыку включают. Вот, а оказывается, она ничего не слышала. Только я, конечно, один слышал все это. Вот, но зато потом, когда мы общались, я еще спрашивал, может быть, дополнительно ты хотя бы какой-то шум слышал дополнительно хотя бы. Нет, ничего не слышал дополнительно. Вот, но зато она видела, вот перед нами шел, как бы, белым светом, такой костюмчик, человек, не спеша. Думаю, вот это тогда не спеша, как она шел перед нами. Потом стал таять. И потом только одно пятнышко шло следовало перед нами. Вот она, то, что рассказала. Вот, за что купила, за что продала. Вот, значит, и, а место из писания потом, когда мы ехали обратно, оно одно и то же крутилось в моей голове. Это из Иоанна, 11-25. Вот, я этих 16 лет живу этим словом. Это моя рема, это и этим словом я живу. Иоанна, 11-25. 11-25. Я есть воскресенье. Воскресенье и жизнь. Вот эти вот имена, они, ну, не знаю, да. И верующий в него, да, даже если умрет, он оживет. Воскресенье и жизнь. Вот эти два имени, воскресенье и второе имя, жизнь. Вот эти имена я, не знаю, я вот этих 16 лет провозглашаю и живу этим словом, который вот тогда... Ну, это уже не было голосом, это была моя мысль, но это вот одно и то же крутилось в голове, само собой, как бы навязчиво, назойливо, но очень приятно, когда это хорошее такое, без Библии тем более. Вот, и все это время живу этим словом. Вот, а сегодня, скажу, как Ангелов увидел, первый раз в жизни больше... Раньше такого никогда не было, вот за все мое христианство. Вот, значит, сколько я с Господом, да, уже около 40 лет уже, вот, больше 30 лет служения православное несу. Первые годы традиционных православных служений до 96-го года. Сейчас с 96-го года как реформаторское, такое, ямановское православное служение. Вот, да, около 40 лет назад уже, да, скоро будет 40 лет. Моего первого знакомства с ним, встречи с ним, сверхъестественной встречи, вот, который был в момент смерти и воскресенья моего личного. Вот, когда я заболел пневмонией двусторонней, и врачи не смогли спасти меня тогда, как оказалось потом, все во славу Богу, все, 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 это Бог обратил во благо все это. Вот, вот, и пережил я встречу с ним, и воскресенье, и полное исцеление, вот, и в воскресенье мои попытались врачи как-то родителям тогда, атеистам объяснить, как-то, но исцеление моих легких очищения они никак не могли объяснить. Потому что я умер от того, что оба легких оттекли, а когда я вернулся, оба легких были чистые. Вот, ни хрипов, ни свистов, абсолютно никаких последствий не было пневмонии, двусторонней пневмонии, от которой я умер. И врачи констатировались не пневмонии. Вот, но в момент встречи с ним он стал для меня, вот, знаете, камертоном на всю мою жизнь, новую жизнь, другую же жизнь. Вот, и об этом, мы говорим, могу говорить бесконечно, вот, но самое главное, знаете, друзья, блаженно не видевшие, но уверовавшие. Я одно время даже завидовал, я помню, ну, белой такой, хорошей завистью завидовал христианам, которые не видели никогда Бога вообще, ничего не видели, но верят в Него. Я смотрел порой на таких верующих, и где-то внутри себя ловил о том, что я завидую им. Потому что они верят, вот, думаю, надо же, я не могу похвастаться вот этой верой такой. Потому что я видел, попробуй не поверить, если ты это видел, вот, был перед Ним. Ну вот, а думаю, как интересно чувствуют себя люди, которые не видели ничего вообще, не видели, ни одного, ни Бога не видели, но они верят в Него. Мне очень нравился, я восхищался по-своему такими людьми, вот, значит, а потом, теперь не восхищаюсь, теперь я знаю, что опыт любого человека, это наш опыт, все от Бога вообще, вот. И, знаете, у Бога для каждого человека есть просто свой план, вообще. Для каждого человека есть свой план, и свой путь, и, знаете, все хорошо, все хорошо. И видевшие и уверовавшие, и не видевшие и уверовавшие, главное, главное, что мы живем и движемся и существуем. Так вот, я о чем хочу сказать, вот, что пришел в собрание к себе, в церковь, значит, и приехал я часа за два до собрания пораньше. Моленную помещение там, и у нас зал, там могу приготовить что-то. Я думаю, приеду пораньше, помолюсь перед собранием, как-то было настроение такое, вот. И прямо, вот, только метро от полосы, я выехал специально, чтобы, значит, пораньше приехать. И, представляете, зал оказался уже приготовлен с вечера еще, ну, думаю, хорошо, молодцы, все приготовили. Вот, значит, и думаю, ну, я сразу что молиться, вот. А так, любил тоже послушание, думаю, архиепистоско послушание, какое пол помыть, значит, там, для меня это честь, думаю, вот, как бы, все, вот, как бы, тоже послужить церкви. Вот, значит, а здесь, думаю, все, уже готово, мол, молодцы, хорошо, с вечера все приготовили, вот, значит, и, значит, и, вот, там, камеру поставил, все, значит, думаю, ну, как бы, заранее, чтобы никому не мешать потом, вот, и, думаю, наберет сейчас выйду я, вот, наверное, буду перейти молиться. Вот, и как-то так подумалось, ну, жалко никого нету, сейчас бы хотя бы, ну, кто-то из братьев пораньше приехал бы, ну, мы бы хотя бы вдвоем, втроем с кем-то помолились бы. А, думаю, сейчас, думаю, я один, ну, ну, ладно, думаю, ладно, начну. И только, только я помыслил было об этом и вперед вышел. Я думал, это что, это оптический обман зрения какой-то, что ли, значит, вроде, ну, пустое собрание, стульчики вот, простанные, да? Вот, но самое интересное, собрание было полное. Я не знаю, как это писать, но я видел их лица, и когда некоторые из них заметили, что я их вижу, они так заулыбались, я сделал еще, что я их не вижу, они еще больше улыбались, другие заулыбались. И они, вижу, ждут команды сейчас, вот, думаю, вот это да. И я так, ой, я, значит, встал, ну, руки поднял, говорю, помолимся, Господу. И вижу, они тоже с удушлением так подняли, так вот, вроде, как руки свои, значит, вроде их собирались молиться. Думаю, вот это да. И стал молиться. Потом братья стали подлежать, и они так заходят в собрание этого уже, как бы, собрание, и, как бы, а что здесь происходит вообще? Вот здесь, как будто, служение сейчас. Я говорю, братья, вы никого не видите? Никого, я говорю, сейчас тоже не вижу, но здесь полно сейчас ангелов. Вот, вот, я не считал специально, но, вроде, как бы, не было свободных мест. Вот у каждого стульчика стоял, вот, такой улыбающийся, такой довольный, такой счастливый, такой ангел такой. Думаю, вот это да, думаю. Вот, и, знаете, так приятно было, вот, и даже если ты один, но с Господом, да, это большинство, это уже большинство. Но даже если много, но если без Господа, то это меньшинство, это ничто. Вот, и поэтому для меня было таким утешением все это, вот, а как раз-то у нас там священник заболел, вот, значит, и, как бы, и, думаю, вот, он должен был вести самослужение, собрание сегодняшнее. Но Бог так утешил сильно, что, несмотря на то, сколько бы нас не собралось, Господь среди нас. Господь с нами, Господь среди нас. И сегодня это великое собрание для меня, потому что здесь имя Христа провозглашается, потому что сегодня здесь много, множество людей, которые должны были быть здесь, но избрали другой путь, избрали другие задачи свои, какие-то поставили себе, какие-то другие цели поставили. Вот, или осуетились, или как-то еще, но, вот, Господь хотел бы увидеть здесь собрание, вот, но те, кто, блаженно те, кто обозвались, блаженно те, кто откликнулись на Божий призыв, на Божие приглашение. Вот, потому что Экклезия Божия, да, это из двух слов Экклезия, да, церковь. Эк-калео, эк, буквально из приглашенных, из откликнувшихся на приглашение. То есть не просто даже собрание, да, а из числа тех, кто откликнулся на это приглашение и пришел в это собрание. Вот, это и есть Экклезия, Божия Экклезия, Божия Церковь. Спасибо Господу за все. Спасибо. Вот, и сила воскресения в нас верующих действует. Сила воскресшего Христа. После 2003 года были еще случаи воскрешений. Вот, и нельзя к этому подготовиться никогда. Я так понял, они все были по-разному, в разных ситуациях, совершенно разных ситуациях. Но я понял, к этим вещам, как и к исцелению, невозможно подготовиться. Можно настраиваться, как бы, так приготовляться, но все равно не подготовишься. Бог любит действовать так, как Он хочет, Он всемогущий. Однажды поездом ехал, вот, и умерла проводница. Вот так получилось, вот. Вот, значит, и врач констатировал уже, да, выходил как раз из купе проводников. Проводницы меня попросили, они, такие заплаканные женщины, вышли, пришли ко мне. Они, они знают, что это священник едет. Я рясу снял, он мне повесил так рясу, и, как бы, разговором завязался. Такой хороший разговор, там, значит, ну, плацкарный ракон, как раз там люди слушают, и я общаюсь с ними, как интересно. Вот, хорошие такие, ну, как бы, хорошая компания такая, знаете, вот, такая, не было противящихся, так, нет, понравилось, так, вот, хорошо. Бывает, когда кто-то противится, а это, как бы, раз, было все-то хорошо. Но, одно было плохо, что там, ну, как бы, проводники все время бегали, и, как бы, и, там, начальник поезда, все, ну, как бы, ну, что такое. Вызывали медицинских работников нашего, ну, я так, черт, блядь, туда-сюда, блядь, все нормально, живо-здорово, кому вызывает, непонятно. Ну, как бы, и, знаете, когда увлечен в чем-то, ну, как бы, это между, так, делом просто посмотрел, и даже никому ни к сердцу, да, не придал значения, что, что такое, там, у них, там, у проводников могло произойти. Вот, а когда уже проводницы пришли, вот эти заплаканы, одна с нашего вагона, другая с другого вагона пришла. Вот, и они вместе попросили вожесвященник, да, батюша, я говорю, да, вот, можете помолиться за нашу, ну, проводницу, нового района? Они, они тут пришли с одной мыслью, они, оказывается, как потом выяснилось, они пришли, ну, как бы, ну, знаете, отходную прочитать, как бы, значит, уже на смерть, как бы, значит, да. А я же пришел в больницу за воскрешением. И вот, когда только туда оказался, там закрылась, вот это, закрывалась вот эта дверка, где проводники, где самовар их нет, там, прочее, вот, дверка была закрыта, а бы, хотя обычно все время открыта. Я понял, почему, потому что, чтобы, ну, не шокировать людей, пассажиров. Вот, и там, когда попал туда, то там все было пространство забито вот этими проводниками. И начальник поезда, там высокий, яско такой, вот, значит, он там разговаривал со станцией, там, по этой связи. Вот, значит, и когда я оказался там, в этом пространстве, полностью заполненном этими людьми, этими проводницами, как раз из купе вытеснулся, там, этот, врач. И он при мне дает, начальник поезда, значит, ну, говорит ему, давайте отбой этой реанимационной машине, вызывайте труповозку. Все, значит, и женщина стала плакать еще больше, эти вот, они так заплаканы, говорит, еще стали больше плакать. Начальник поезда при мне по этой связи сообщает, значит, тут же говорит, что отбой давайте реанимационной машине, вызывайте труповозку. Все, на станции труп будет. Короче, женщина стала плакать. А у меня здесь сразу ревность такая, вот, ну, это, это, это какие-то секунды, доли секунды. Молиться за воскрешение. Будем молиться за воскрешение. А врач, он протестнулся сзади меня, значит, начальника поезда. И я, вот, реально, как бы, чуть не съежился, взгляд у меня такой был на меня, значит, ну, я понял, что он как на психо. Ну, как бы, нормальничек не может молиться за воскрешение. Он врач, он специалист, он, значит, он, он только что вышел от этого купе. А здесь какой-то гражданин, ну, он не знал, что я батюшку, вот, предлагает молиться за воскрешение. Он на меня так смотрел, что это я, как, аж съежился, аж, знаете, шерсть либо машет. Вот, значит, но я старался не смотреть на него, а смотреть на проводницу, которая лежала там в купе проводников, вот, значит, и говорю, давайте молиться, а они, женщины, стали говорить, не умеем, не умеем, я говорю, можете молиться, я не помню всех слов, Бог дает нужные слова, вот, я, ну, я держусь такого правила, знаете, как в Ектушенко говорим в свое время, в окопах атеистов нет, вот, то, что некоторые говорят, мы не можем молиться, все это ерунда вообще, любой человек может молиться, абсолютно, вот, значит, просто, ну, как в Украине говорят, яхт для Бога, так для Бога, вот, гроб грянет, мужик перекрестится, вот, как бы, это то же самое, что дышать, это не надо специально учиться, вот, знаете, вот, замыть можно, как бы, да, но это на самом деле, это естественное состояние человека, вот, и просто человек, он, ну, как бы, не понимает, что это такое, многим думается, что молитва, это, что такое, довольно скучное, там, религиозное, там, прочее, на самом деле, это общение с Богом, вот, и любой человек, он, да, все дыша еще нахвалит Господа по-своему, просто человек, он просто закрывается от Бога, а, когда стресс, любой человек молится к Богу, я ветеранов многих исповедовал перед смертью, вот, значит, стариков, вот, в свое время, в 91-м году, в 92-м году, вот, еще те, кто воевал, когда-то, вот, значит, во время войны, вот, они говорили, старые коммунисты, офицеры, признавались мне, даже женам с вами после войны не рассказывали, и все эти десятилетия послевоенные молчали, а признавались мне, вот, один на один, общаясь на исповеди перед смертью, что, значит, что, да, молились, на самом деле, молился к Богу, молился к Богу, вот, никому не говорил, считал это позором, но, когда обстрел, когда авианолет, там, все, там, вот, это не кино, вот, вот, вопил к Богу, вопил к Богу, и он знал, что Бог его сохранил, и все эти годы молчал, представляете, а потом, через неделю, приезжаю снова туда, к этим ветеранам, а там, койка его, уже, а где, а уже все, уже, уже ушел в вечности, смотри, вот, много таких ветеранов похоронил я, и все признавались мне, что они молились к Богу, все признавались, как один, ведь офицеры, вот, фронтовики, прошедшие войну, инвалиды признавались, да, что молились к Богу, поэтому я не верю, что, я держусь мать, как Федор Михайлович Достоевский говорил, что абсолютных атеистов не существует вообще в природе, вот, абсолютный атеист, это либо абсолютный идиот, либо абсолютный негодяй, а любой человек, даже если он называется атеистом, он все равно, он во что-то верит, и он, когда им прижмет, он все равно вопит к Богу, одним словом, мы с этими женщинами стали молиться, вот, они вопили, они как-то повторяли слова, которые я говорил, вот, эта женщина, вот, проводница, умершая, да, она ожила, начальник поезда, конечно, был, ну, в недоумении, он, короче, тут же по громкой связи сообщает, отбой троповозки, снова вызываем реанимационную машину, я слышал, как там по громкой связи, да что у вас там происходит вообще, вот, врач замолчал, вообще без комментариев, он просто молчал, и потом удалился просто, это было выше его, ну, квалификации, выше его специализации просто, это мир сверхъестественного, который для него, как для человека естествознания, естественного мира, просто непознаваемый, и он ушел, удалился просто, вот, но когда приезжает, да, женщина стала приходить в себя, она стала дышать, все, значит, там, и из такой, знаете, страшная такая, зелено-пипельная такая, зелено-серая, стала нормально походить на человека, глаза вернулись сюда, она стала дышать, стала что-то повторять даже, там, значит, там, вот, что интересно, а у нее было отравление, как врач констатировал, по причине смерти отравления, значит, но самое интересное, она пришла в себя, стала дышать, все нормально, когда, значит, уже ближе к станции, женщина уже была в таком нормальном состоянии, так, что даже дали отбой реанимационный и сказали, что до конца этой поездки она доедет сама, в этом купе от работы освобождается, вместо нее будет другая проводиться работать, она будет лежать в этом купе, отдыхать, значит, до дома, а дома ее уже в больницу, там, уже, значит, обратиться по месту жительства уже, чтобы не на станции какой-то там промежуточной и быть. Вот, но самое интересное, про что еще, блин, две станции или три станции мы проехали, эта женщина уже ходила в Москве по вагону, разносила чай, уже розовая, красивая такая уже, знаете, значит, и, конечно, страх такой напал, божий такой, хороший страх, люди-то особенно ничего не поняли, а вот те проводницы, они все же видели это. Кстати, эти проводницы, одна из них, когда молились, когда она ожила, задышала, они стали плакать, еще больше, мне кажется, плакать стали. Одна из них там эту пачку сигаретку-то так порвала, прям так вот топтала, так ее, так и яростно очень. Я уж ни по слову даже не говорил вообще ничего за это, а сама она решила такое, вообще. Вот, стали молиться, там, каялись, там, и, знаете, вот, как этому подготовишься? Никак, но сила воскресшего Христа действует через нас и в нас могущество. Другие случаи были, вот, случай в Киеве, когда там, значит, девочка упала в тринадцатый этаж, прямо на порожки, там было вообще жуть вообще, это вам не то, что на дороге, вот, значит, там мозги вообще собирали с этого, с порожков. Через месяц она ходила уже в школу уже, вот, вот, там у нее были, все позвонки были раздроблены. И врач этой женщины, ну, матери ее, матери, мамы ее, ну, они жили над нами, мы снимали квартиру, там, какой этаж, не помню, сидел, что ли, или шестой, на ремонтской, вот, какой там, не помню, что ли. Ну, короче, где-то так, шестой, седьмой, я уж не помню даже. Вот, они там тринадцатые, наверху. Вот, и вот она над нами, как раз, по этому стойку-то, вот, как раз и брохнулась. Вот, а, значит, а, значит, жена думала, что это мусор, сверху сбросили, мешок, видимо, ну, вначале, ну, как бы первая реакция такая на кухне, что-то брохнуло, снизу, полетело сверху. Вот, а внизу крик, она начался уже, крик, бопль, то, ну, поняли, что это не мешок, вот, значит, вот, а это была девочка, школьница, вот, она как сидела, так, и так, и туда, назад, спиной улетела, и прямо на порожке, вот, вот, значит, подъезда. Вот, и врач с медицинской академии наук, потом маме ее, сказал такие слова, они сделали много операций разных, вот она, еще благодать такая была, что она попала в такую программу, как бы, ну, по сути, бесплатно все дела, операции в академии наук медицинских. Но профессор сказал следующее ей, что вам нужно идти в рамку, еще свечку поставить, потому что точно Бог, потому что то, что мы сделали в свете операции, ни одна из них не повлияло на то, что произошло, говорит. Он признал как специалист, как врач, что ни одна из этих операций не повлияло на то, что произошло, а произошло вот это полное, во-первых, она воскресла там, но они это не видели, медики-то приехали, они видели только ожившую девочку, но, конечно, в таком ужасном состоянии, мозговая часть, она просто вывалилась, просто ее собрали, вот, как было, вот, и лебра вышли наружу, значит, все зажило, но она, правда, еще через месяц она была в школе, вот, нет, эта школа была, там, ну, загипсована, но она передвигалась нормально, вот, и, понимаете, это за месяц, за месяц. Вот, я другие еще случаи могу назвать, ну, чем-то еще более удивительные, но я не говорю еще, но даже, порой, мне трудно поверить в некоторые вещи, которые происходят, реально происходят сейчас. Вот, и знаете, в нашей церкви уже порядка двух десятков случаев воскрешений, есть разные случаи, вот, начиная от просто бомжей в метро, умерших, которые врачи констатировали смерть, накрывают уже этим полотенчиком, там, чем-то, уходят, вызывают труповозку, медицинер охраняет тело, и просто на ходу человек воскрешается измерку. Или же, допустим, ДТП, значит, тоже там на въезде, и там, на Харьковской, там, красная трасса, короче, прям в столб влетел парень, нож в ленке, вот, значит, и молодой пацан совсем, вот, и все, жмулик, там, милиционеры охраняли тело, вот, вызвали труповозку, вот, значит, и прямо там на месте эти милиционеры еще, а, отец, пошамань, пошамань, какой шаман, молимся за воскрешение. И когда парень воскрес, то даже милиционер, он просто бросил, они вот такими глазами, такими, как бы они, жмулик, они говорят, что они, это жмулик, 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 отец. Вот, а если какой жмулик, парень дышит нормально, говорит что-то, пытается говорить им, и приехали за домом, а приехали за телом уже, понимаете, другие случаи, вот, и все эти случаи меня еще больше убеждают, что сегодня Христос тот же самый, сегодня тот же самый. И я не знаю почему, за них олисы воскрешают, другие не воскрешают. В Киеве у нас умер один священник, молодой, и вообще, он надавен Господу, я понимал, это молитвы, мы говорили, это значит, и так не воскрес. Я не знаю почему, не знаю. Я знаю, что все ответы, как и на исцеление, так и на воскрешение, мы знаем, получим лишь, уже вечности уже, все ответы. Но Христос сегодня тот же, я знаю одно, Он сегодня тот же. Он сегодня Господь, Он сегодня Царь, спасибо Ему за все. И спасибо, Боже всемогущий, благодарю Тебя за силу воскресения Твоего, действующих в нас, верующих, могущественно. Спасибо не по нашим заслугам, а по Твоей благодати, по Твоей милости, Господь. Боже, во славу Твоего имени, аминь. Аминь. Помоли, Господи. Благословен Бог наш, благословен Господь, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, Иисуса Христа, праведника, единородного Своего отдав на крест, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную.